За сутки в России выявили почти 28 тысяч заразившихся коронавирусом. Это максимум с 21 марта. Последнюю неделю ежедневно количество случаев в стране увеличивается на несколько тысяч. В Красноярском крае за месяц количество заболевших за сутки выросло больше, чем в 10 раз. Эксперты все чаще говорят о новой волне, а россияне задаются вопросом, не вернут ли масочный режим и другие ограничения. Их, напомню, Роспотребнадзор официально отменил 1 июля. Сегодня в этой теме разбирался мой коллега Игорь Шишкин, он сейчас в студии. Игорь, новая волна ковида уже наступила? Полина, действительно, как ты и сказала, в последнее время количество заболевших коронавирусом в России неуклонно увеличивается. По данным Федерального Роспотребнадзора, за прошлую неделю показатель заболеваемости в России вырос почти на 60%. А в 12 регионах зафиксировали превышение средних показателей заболеваемости. Сравним данные за последний месяц. Еще 12 июля Оперштаб сообщал о трех тысячах заболевших за сутки. Спустя две недели, 26 июля, этот показатель вырос больше, чем в два раза. Уже 6 183 зараженных. А 7 августа коронавирус вновь ворвался в новостную повестку. В этот день в России зафиксировали больше 20 тысяч случаев впервые с марта. Сегодня Оперштаб отчитался, что за сутки в России коронавирусом заболели уже 27 810 человек. То есть за месяц суточная заболеваемость в стране в абсолютных цифрах выросла в 9 раз. Подобная ситуация наблюдается и в Красноярском крае. Так, 3 августа Краевой Роспотребнадзор сообщал, что за неделю в регионе число заболевших увеличилось в 2,5 раза. Сегодня ведомстве нам не смогли предоставить актуальные данные и пообещали дать информацию в понедельник. Впрочем, то, что коронавирус наступает, видно и по ежедневной статистике. Еще 12 июля в Крае фиксировали 24 заражения за сутки. 26 июля уже 60. 7 августа 194. А за последние сутки в Красноярском крае выявили 411 заражений. И по всей видимости цифры будут только расти. Так, в КМЗ предполагают, что новая волна достигнет пика в начале осени. Мы предполагаем, что вот сейчас начало уже идет, в августе после возвращения людей из отпусков и еще больше, соответственно, социального контактирования, конечно, в сентябре возможен уже существенный подъем. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, очередной подъем заболеваемости коронавирусом некорректно называть новой волной. Многие врачи сходятся во мнении, что ковид окончательно стал сезонным заболеванием и перешел из разряда пандемии в разряд эндемии. И теперь навсегда будет жить с нами, как, например, тот же грипп, которому тоже свойственны периодические вспышки. С другой стороны, многие сводят особенности новой волны к характеристикам штамма, которые распространяются по стране. А это субварианты омикрона, БА4 и БА5. Они намного заразнее самого первого дельты, но зато куда менее смертоносны. Так, например, в краевую больницу уже готовятся к росту количества пациентов. Но отмечают, что число заболевших в тяжелом состоянии почти не меняется уже несколько месяцев. При росте пациентов в два раза. То есть мы предполагаем, что будет около 350 человек у нас находиться в госпитале. 300-350, поэтому мы уже с понедельника открываем еще одно отделение. Будет три отделения ковида. Ну, реанимационных пациентов нам следует отметить, что за все вот это время, за примерно все лето, да, за июнь точно, их количество особо не менялось. И расширение именно реанимационных коек в настоящее время у нас не требуется. В настоящее время в реанимационном отделении ковидного госпиталя в краевой больнице находится 7 пациентов, и три из них находятся на искусственной вентиляции ляльки. Кроме того, сейчас про особенности штамма все чаще говорят, вспоминая про ковидные ограничения. Напомню, 1 июля Роспотребнадзор официально отменил масочный режим, социальную дистанцию и остальные меры. Спустя месяц статистика заболеваемости начала ухудшаться, потом появились сообщения о новом подвиде коронавируса Кентавр, а недавно в Санкт-Петербурге и вовсе обнаружили новый штамм коронавируса русский Дельтакрон. Как понятно по названию, это гибрид вариантов Дельта и Омикрон. Ни в одной и другой стране мира этот вид коронавируса пока не выявили. Ни в одной и другой стране мира этот вид коронавируса пока не выявили. В России известно о шести случаях заражения. Впрочем, преобладающими все еще остаются субварианты Омикрона БА4 и БА5. И Федеральным Роспотребнадзоре говорят, что ситуация находится под контролем и позволяет не возвращать ограничения. В краевом ведомстве придерживаются такой же позиции. Вот что писал в своем телеграм-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. Субвариант Омикрона, известный как БА5, является очень заразным. Однако заболевание, вызванное этим подвариантом, протекает мягче, чем вызванное штаммами альфа или дельта. И приводит к меньшему числу тяжелых случаев, что и наблюдается в нашем регионе. В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста числа госпитализации остаются низкими. Поэтому в настоящее время по-прежнему не требуется введение каких-либо дополнительных ограничений из-за увеличения количества больных COVID-19 на территории края. Отмечу, в Европе новая волна ковида уже идет на спад. И, судя по всему, очередную вспышку коронавируса там тоже пережили без жестких ограничений. Однако причина не только в том, что субварианты Омикрона не вызывают тяжелых последствий в большинстве случаев, но и в коллективном иммунитете после вакцинации. Вот что говорит практикующий в Европе врач из Израиля Борис Бриль. Ограничения все уже давно сняты, QR-коды тоже не нужны. Этому есть обычное, простое объяснение. Потому что количество иммунизированного населения, то есть это вакцинированного и переболевшего, оно достигло максимального уровня, то есть приближается к 100%, то есть выше 95%. Мы прошли вот эту критическую точку, которая позволила людям познакомиться с заболеваниями, с заболеванием под тем средством, как я сказал. И поэтому нету теперь надобности в ограничениях. К слову, несмотря на то, что обязательных ограничений для всех в Красноярском крае сейчас нет, в конце июля во все больницы и поликлиники вернули масочный режим. Вот придется ли нам вновь носить маски в общественном транспорте или показывать QR-коды в магазинах, по всей видимости, сейчас никто сказать не может. При этом Роспотребнадзоре не исключает, что при необходимости ограничения начнут действовать снова. Однако какие для этого должны сложиться условия и есть ли какой-то критический порог, на эти вопросы ведомстве предпочитают не отвечать. Видимо, чтобы лишний раз не раздражать людей. Ну а все, что остается нам, это продолжает следить за ситуацией, что мы, конечно, и будем делать. Полина, на этом у меня все. Спасибо. Это был Игорь Шишкин. Он, напомню, говорил о ситуации с коронавирусом в России и крае, а также о возможности введения новых ограничений. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им с друзьями в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в нашу группу во Вконтакте. Подписывайтесь и следите за нашими новостями, ведь ТВК – это не только ТВ. Продолжение следует...